Здравствуйте! Эфир телеканала ННТ продолжает информационная программа новости 24 итоги недели. С вами Хадижа Курбанова и о самых важных событиях этого выпуска прямо сейчас. 3 июля. Профессиональный праздник сотрудников ГИБДД. Дагестанские дорожные инспекторы получили награды за особые отличия на службе. Жители села Хутнигу Непского района бьют тревогу. В 40-градусную жару они остались без воды. О причинах чрезвычайного положения сегодня в выпуске. 48-й мемориал пятикратного чемпиона мира по вольной борьбе Али Алиева стартует уже в эти выходные. О том, как к нему готовятся участники, немного позже. На этой неделе свой профессиональный праздник отмечали работники автоинспекции. 3 июля. День сотрудников ГИБДД. В связи с этим управление ГИБДД по республике Дагестан руководство наградило и поощрило отличившихся инспекторов. На мероприятии присутствовал Камиль Девятов. Вот уже 81 год. Со дня, когда была основана госавтоинспекция. За это время сотрудники ГИБДД не раз проявляли героизм, решая сложные и ответственные задачи. Они всегда обеспечивали безопасное движение на автомагистралях страны и продолжают заниматься этим по сей день. На свой профессиональный праздник пришли как действующие работники, так и ветераны службы. Я работал начальником управления с 2007 года. Легких дней не было, как и сегодня тоже, ребятам, которые несут службу. Это очень сложная работа. И, наверное, ощущаешь, когда уходишь в отставку тогда, что насколько это сложно. И я поэтому хочу действующим сотрудникам пожелать успеха в этой работе. В самом деле очень сложная, многогранная работа. Всех благ, удачи всем. Поздравить с профессиональным праздником инспекторов ГИБДД пришел заместитель министра внутренних дел республики Сергей Карпов. Обращаясь к присутствующим, Сергей Анатольевич отметил, что сотрудники ГИБДД, а в частности ветераны службы, являются специалистами с активной жизненной позицией. Они всегда делятся знаниями и передают свой опыт молодому поколению. Мы всегда вот в этот день будем с вами в этот день, на 9 мая мы обычно собираемся, на день сотрудника правоохранительных органов. Я всегда приезжаю, всегда вас поздравляю. Дай Бог вам здоровья, вам, вашим членам семьи, чтобы у вас все было хорошо, чтобы вас радовали ваши дети, ваши внуки. Большое вам спасибо. Спасибо вам за то, что вы сделали, за то, что вы поднимали вот эту деятельность госавтоинспекции в республике и передаете до сих пор свой опыт. Приходите, делитесь, рассказываете, подсказываете нам. Где-то даже с нарушителями разбираетесь, воспитываете личного состава. Хочу вам пожелать спокойных будней, семейного благополучия и здоровья. Затем отличившимся сотрудникам были вручены памятные грамоты, а ветеранам денежные вознаграждения от управления ГИБДД. Капитана полиции Китина Магомедов, Шейх Магомедов Магомедович. Спасибо. Также за содействие в просветительской работе, проводимой в средствах массовой информации, был награжден грамотами и ценными подарками ряд информационных изданий, одним из которых был телеканал ННТ. После всей официальной церемонии собравшиеся возложили цветы к вечному огню. Камиль Девятов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. К концу прошедшей недели к своему завершению подошли работы по реконструкции дороги Махачкала-Каспийск. В пятницу в 7 часов утра был открыт проезд по одном из участков дороги. Председатель правительства республики Абдусамад Гамидов лично ознакомился с ходом замены изношенного слоя асфальтобетона. Движение организовано в одном направлении – по правой полосе дороги до транспортной развязки к поселку Хушет. По словам премьер-министра, одну сторону планировали сдать 15 июля, но в связи с некоторыми неудобствами для автовладельцев, глава Дагестана поставил перед Дагавтодором задачу в течение трех дней пустить автотранспорт по одной полосе. Сейчас мы решили не ждать. Было поручение главы срочно открыть эту дорогу, потому что большие неудобства для наших граждан. Все эти дни в редукторном поселке, особенно в вечернее время, были огромные пробки. Это создает определенные неудобства, большие неудобства для населения. Несмотря на то, что на протяжении целого месяца ремонт дороги доставлял автовладельцам неудобства, они очень довольны новой дорогой. Очень приятно, очень ровно, гладко, хорошо едет машина. Вот из-за этого как на вас стоило ждать, чтобы… Конечно стоило, честно стоило. Мы это перетерпели, все нетрудности, все нормально, это шикарная дорога. Разрешенная скорость – 50 км в час. Водители должны соблюдать скоростной режим и выполнять требования дорожных знаков. Скоростные режимы до 50 км в час ограничены, чтобы для безопасности проведения работ, потому что на смежной стороне будет проводиться ремонтная работа. Просьба единственная к участникам дорожного движения, чтобы соблюдали скоростные режимы и не забывали, что это производственный объект. В настоящее время дорожники уложили асфальтобетонное покрытие на 5-километровом участке. Параллельно проводится фрезерование другой стороны дороги. На оборудование установлена система 3D-нивелирования. Это позволяет максимально равномерно снимать изношенный слой асфальтобетона. Полностью автомобильное движение по новой трассе будет восстановлено уже к середине текущего месяца. В 40-градусную жару жители села Хутни в Гунемском районе остались без воды. На Гадыкане было составлено очередное обращение к чиновникам с просьбой оказать помощь в приобретении резервуара капитальной прочности, который можно эксплуатировать в условиях высоких и низких температур. Подробнее Ларьяна Шамхалаева. Электростолбы в селении Хутни украшены паутиной шлангов. Это вынужденная мера. Приготовить еду, вымыть посуду и принять душ не так-то просто. Сначала необходимо провести воду с речки, которая протекает за 4 километра от населенного пункта, а затем насосами закачать ее в специальную емкость. Вы, наверное, обратили внимание, что у нормальных людей на столбах провода электричные. А в нашем случае стараемся для себя создать какие-то условия, тянемся шланги с водой. К слову, резервуаров всего 2 им уже более 25 лет и санитарным нормам они не соответствуют. В емкостях быстро скапливается осадок, к вычищению которого привлекают даже маленьких детей. Мы чистим, видите, вот тут люк. Мы вот опять-таки маленьких детей просим, отправляем вовнутрь, вернее, перекидываем на бок. И там такой слой земли, грязи, мула, вот чистим раз в год. Чтобы вернуть живительной влаге первоначальный вкус, цвет и избавиться от насекомых, худнипцы ее тщательно фильтруют. Ну, внутри, там, говорит, что, червички, паутина всякие-всякие. Каждый человек не успеет, не успевает, фильтр поставит в каждом доме. И вот так вот живем. Не знаю, до каких пор будем жить. Такие сложности в ауле не только летом. Зимой воды в резервуаре едва хватает на всех жителей села. Во-первых, емкость слишком мала, а во-вторых, она напрочь замерзает. Вода, которую мы протянули, сами же опять-таки люди без помощи администрации за 3-4 километра зимой перемерзает. И воды нет. Сельские активисты сетуют, что обращались к главе администрации Ругуджинского сельсовета Магомеду Гаджимусаеву. Уже энное количество раз. Но глаз народа не был услышан. Ну, обращение администратору Ругуджинскому, администратору Ругуджинскому, нашей администрации в городском этом и так далее. А кому еще обратиться? Джамат села составил очередное прошение о содействии в установке высокопрочной конструкции для хранения и подачи питьевой воды в объеме 60 тонн. Помимо проблем с водой, в селе Хутни есть и проблемы со светом. Это связано с тем, что на все село всего три трансформатора, а провода ветхие и провисают. Небольшие порывы ветра, и все село остается без электричества. Ларья Анна Шамхалаева, Магомед Зурканаев, телеканал ННТ Хутни, Унипский район. Дагестанка Зарема Алиева вошла в топ-20 победителей всероссийского онлайн-конкурса детской и семейной фотографии. Девушка запечатлела фотографию не на профессиональную камеру, а на телефон и присояла работу под названием «О феях». Наш корреспондент Ума Ибрагимова встретилась с фотографом и узнала, в чем же волшебство ее работы. Именно эта фотография позволила обычному фотографу из Дагестана воплотить в жизнь свою небольшую мечту. Попасть в число лучших в российском фотоконкурсе. Зарема Алиева сфотографировала дочь подруги во время вечерней прогулки. И, как рассказывает она сама, девочка часто бывает на ее фотографиях. Эта фотография была сделана в этом парке, когда мы приехали с подружкой на вечернюю прогулку. Мы часто выходим погулять, это было действительно минутное видение. Когда ты что-то увидел, и получилась фотография. А почему именно девочка? У нас с ребенком очень теплое отношение. То есть вы детей любите фотографировать? Ну да. Ну и с этой девочкой у нас действительно сложились, если просматривать хронологию моих фотографий, этот ребенок постоянно присутствует на фотографии. Отправлять фото на конкурс не было в планах Заремы, ведь снимок был сделан на обычный телефон. Девушка опубликовала фотографию, и только после многочисленных положительных отзывов и предложений решилась принять участие в конкурсе. Почему именно такая идея? Почему о феях? О феях? Когда я выложила ее в Инстаграм, все стали писать сказочно, волшебно. И после, когда ты посылаешь фотографии на конкурс, постоянно нужно указывать название. Я думала, вначале хотела написать о сказках, а потом девочка такая сказочная, и пришло название о феях. Полет птицы, звездное небо или же град. Эти явления вторичны для Заремы. Девушка предпочитает больше портретные съемки. Конкурс семейных и детских фотографий не единственный, где принимала участие Зарема. Несколько лет назад она вошла в двадцатку победителей конкурса National Geographic «Многонациональная Россия». Девушка представила фотографию под названием «Ожидание матери». Ума Ибрагимова, Мухаммад Магомедов, Асия Гуляхмедова, телеканал ЛНТ, Махачкала. Уже в эти выходные в Каспийске пройдет 48-й мемориал пятикратного чемпиона мира по вольной борьбе Али Алиева. О подготовке к международному турниру и его основных участниках говорили на площадке «Риадагестан». С подробностями Курбан Рагимов. На вопросы журналистов отвечали замминистра по физической культуре и спорту республики Гайдарбек Гайдарбеков, старший тренер сборной Дагестана Гайдар Гайдаров и самый титулованный участник чемпион мира Франк Чамиза. Мемориал Али Алиева пройдет в одноименном дворце спорта. За призовые в размере 150 тысяч рублей поборются вольники из 14 зарубежных стран. По традиции отдельным составом будет представлена сборная Дагестана. Очень много спортсменов бороться, люди, которые на чемпионат России не отобрались, на чемпионат мира. Те ребята, которые отобрались, они не будут бороться. Основной состав будет второй, третий состав. Может кто-то будет людям, кому интересен дагестанский обувольный Гайдарбек, те люди приедут. Особенно наш гость здесь сидит, тоже наш чемпион мира. Очень приятно, что такие именитые спортсмены приехали к нам. Пожалуй, самой ожидаемой встречей на турнире станет поединок в легком весе между чемпионом мира 2015 Магомед Расулом Гази Магомедовым и действующим чемпионом Европы Франком Чамиза. Для итальянского вольника этот старт послужит очередным этапом подготовки к мировому первенству в Париже. Гази Магомедов отличный борец, но соревнования в Болгарии, где я проиграл ему, это не лучший период в моей карьере. Сейчас ситуация изменилась. Я нахожусь в ранге чемпиона Европы этого года и настраиваюсь только на победу. Франк Чамиза – частый гость в республике, готовится сам и делится опытом с нашими борцами. «Когда к нам приезжают, мы должны радоваться. А тут люди некоторые, читаешь комментарии, вот он приехал, здесь натаскался, наших выигрывает. Он наших и так, и так выигрывал. Он чемпион мира 2015 года, 4 Олимпийских игр 2016 года. А сейчас он стал с января сюда приезжать. Я говорю, ребята, приходите, он в урожай тренируется, берите, становитесь вправе, посмотрите, пощупайте, где, с какой стороны подобраться. Я считаю, что если такие борцы, как он, талантливые борцы, будут приезжать, это только плюс для нашей борьбы». Международный турнир памяти Али Алиева стартует 8 июля в 10 часов. В первый день на ковер выйдут вольники в четырех весах до 57, 65, 74 и 97 килограммов. Официальное открытие состоится в 17.00. Вход бесплатный. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Таковы новости минувшей недели. Напоминаю, что с вами была Хадижа Курбанова. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин